Добро пожаловать в солнечный Таджикистан, город Худжанд, что в переводе с таджикского языка означает приятная сторона. Худжанд расположен на севере Таджикистана. Наверное, если бы не моя работа будет проводника, я бы даже не рассматривала Худжанд для путешествия. Аэропорт Худжанд приятно удивил. Аэропортная площадь очень красивая, будто попала куда-то в Египет. Боже мой, какое у меня красное лицо, я просто плавлюсь на фоне аэропорта. 40 градусов, вы представляете? 40 просто, вау! Кстати, вы знали, что Таджикистан единственное персоязычное государство бывшей советской Средней Азии? Худжанд является вторым по величине городом в Таджикистане. Дорога из аэропорта до отеля была очень интересной и колоритной. После заселения мы поехали купаться на их местное море – Харягумское водохранилище. Мы попали на закатное время, поэтому атмосфера вокруг была волшебной. На территории водохранилища есть база отдыха «Пахаристан», где местные жители могут отдохнуть, как в санатории. Также есть VIP-акваклаб, куда мы и пошли. Там беседки, лежаки, бар, все очень красиво. На обратном пути мы поехали ужинать в какой-то ресторан, всю дорогу пили песни. На ужине нас уже ждали местные лепешки и фрукты, было очень вкусно. Валовить все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брюкке. Раз веселые драчки, я шагаю на мигке. Районы, кварталы, живые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. У тебя все будет сквозь, было ближе. Четыре пивечки. Доброе утро. Боже мой, как я пухла. Блин. Это наш отель. На улице уже 34 градуса. Представляете, просто 34 градуса. Вышла сейчас позавтракать, но почему-то ресепшениста нету. А я не знаю, где мне завтракать. Вот. О, идет. На завтрак нам предложили местные лепешки, чай с малиновым вареньем и яичницу с колбасками. После завтрака мы отправились в банк, который был прямо напротив отеля, и поменяли наши русские рубли на местные суммонии. Вот так они выглядят. Большие очень купюры такие. В Узбекистане тоже миллионы дают. Блин. Моих целых четыре тысячи шестьсот шестьдесят суммоний. С тысячу пятьдесят. Прикольно. Сад суммоний. Тоже сад из-бук. Все, мы поменяли денежки и... Идем в отель. Жара. Тридцать пять градусов. А сейчас мы с вами отправляемся на их местный рынок. Я, скорее всего, не смогу выговорить это название. Оно очень сложное. Но там очень красивая площадь. И, как вы видите, дорога до рынка тоже очень такая колоритная. Таджики очень приятно удивили своей гостеприимностью. Как только мы попали на рынок, мы разделились на маленькие группы, и каждый пошел делать шоппинг на свой лад. Конечно же, мы взяли Орешки, потому что это в Средней Азии Орешки намного дешевле, чем в Москве. В целом, очень приятный город. Разделен на несколько частей. И мне кажется, без автомобиля тут сложновато передвигаться, потому что расстояния очень большие и длинные. Площадь этого рынка считается одной из самых старых площадей в Таджикистане. Мечеть очень красивая. В других мечетях мы не бывали, внутренне заходили. А вот, кстати, название рынка. Панчшанбе. Надеюсь, я правильно выговорила. Цены очень-очень даже приемлемые. Но я не совсем понимала, сколько я тратила, потому что я в основном покупала только орешки. Рынок такой же огромный, такой же колоритный и красивый, как и в Узбекистане, и в Кыргызстане. На этом наше знакомство с Таджикистаном подходит к концу. Спасибо, что смотрели этот влог. Увидимся с вами в следующих выпусках. Продолжение следует...